Всем привет! Сегодня я хочу вам показать макияж, который вы сейчас видите на мне. Это моя интерпретация какого-то весеннего, легкого, ежедневного макияжа, который можно сделать буквально максимум за 15 минут. Если рука набита, то можно вполне и за 10 успеть его сделать. Очень легкие шаги от начала основы до глаз, до губ, в общем-то все очень просто. И в то же время мне кажется, что этот макияж действительно такой легкий, весенний, современный. И никакие не стрелки, потому что стрелки сейчас уже как бы отошли немножко на задний план. Сейчас модно держать глаза в фокусе, но в то же время все равно, чтобы они были какими-то яркими, максимально незатемненными. То есть вот какой-то нужен баланс между тем, как мы затемняем складку, там как мы создаем объемы и впадины, но в то же время, чтобы не было какой-то графичности, наверное, вот о чем я пытаюсь сказать. Так, в общем, если вам нравится то, что вы видите, и вы хотите знать, как сделать этот макияж буквально за несколько минут, то тогда оставайтесь со мной. Для этого макияжа я специально подобрала такой день, когда моя кожа далеко не в самом идеальном состоянии. Есть синяки под глазами, мешки под глазами, в общем-то какие-то высыпания повыскакивали, но мы сейчас это все быстренько исправим. Первая незаменимая вещь в таком быстром макияже, это, конечно, консилер. Я в последнее время просто обожаю консилер от Maybelline Instant Age Rewind, и когда я делаю такой вот повседневный макияж быстренький, то я наношу его вот таким вот обранным треугольником под глаза, на крылья носа, и также немножко на спинку носа, для того, чтобы максимально высветлить эту зону центральную. И вот так вот хорошенько прохожусь этим консилером, после чего это все буду растушевывать. Этот консилер отлично ложится, если его вот так вот вбивающими движениями наносить. Вот, мне кажется, что уже намного лучше, но теперь мне нужно выровнять тон. Для того, чтобы выровнять тон, я очень люблю использовать какие-то минеральные пудры. На каждый день я не люблю заморачиваться с жидкими тональными основами, потому что мне кажется, что это немножко больше времени занимает, и выглядит менее натурально. Пудру можно положить очень легкой варью, которая буквально просто выровняет тон, и лицо при этом будет очень казаться свежим. Я на каждый день выбираю сейчас KIKO Soft Focus Foundation Mineral Powder. У меня это оттенок номер 2. И чем я люблю эту пудру, это тем, что она достаточно сияющая, она выглядит очень естественно на протяжении дня, да и вечером, в принципе, она отлично смотрится. И я наношу ее с помощью вот такой вот замечательной кисти от Sedona Lace. Это какая-то их кабуки, я точно не помню какая, но она супер мягкая, просто потрясающая кисть. Обожаю это, как какая-то просто спа-процедура, когда я ей пользуюсь. И, в общем-то, прохожусь этой пудрой вот так вот быстро круговыми движениями по всему лицу, закрепляю одновременно консилер и выравниваю общий тон лица. Чем мне особенно нравится эта кисть, так это тем, что она такая вот огромная и буквально вот в пару вот таких вот движений сразу покрывается большая часть лица, поэтому сильно много там не нужно как-то... Ой! Пудра упала. Ёб! Сто на мне закончила, и теперь мне осталось скрыть какие-то мелкие недостатки. Если кожа, в принципе, в нормальном состоянии, то я этот шаг пропускаю, и макияж получается еще быстрее сделать. Но сегодня не совсем такой случай, поэтому мне придется использовать консилер. Я думаю, вы уже смотрели мое видео о том, как сделать консилер более плотным по текстуре и легче замаскировать какие-то проблемы. Если не смотрели, я оставлю ссылку внизу, и вы можете перейти по ссылке тоже посмотреть. Очень действенный способ. Буквально недавно я его... Ну, не могу сказать, что изобрела, наверняка уже давным-давно до меня изобрели этот способ, но тем не менее. Этот консилер очень классно работает в плане скрывания каких-то прыщиков, там, шрамов, я не знаю, там, каких-то бяк на лице, в общем-то. И, в общем-то, пока я вот это не растушевываю, я займусь своими бровями. Брови в обычной жизни я не люблю прям там как-то сильно вырисовывать, но люблю, тем не менее, обрамлять их как-то карандашом для того, чтобы они выглядели просто более ровными, более аккуратно выглядели. Для этого достаточно мне просто взять карандаш и начинаю вот так вот проходиться по бровям. Совсем чуть-чуть буду подчеркивать их форму. Ничего там такого сверхъестественного. И уложить тоже гелем для бровей для того, чтобы просто не думать о них на протяжении всего дня. С лицом на этом этапе я, в принципе, закончила. Дальше нам осталось нанести только бронзу, румяну, но я это буду делать после глаз. А теперь давайте перейдем к глазам. Я буду использовать сначала базу под тени от MAC в оттенке Soft Ochre для того, чтобы выровнять по тону своего века. И нигде у меня никакие ни венки не торчали, ничего такого не было. Для создания этого макияжа мне понадобится всего одна палетка, три оттенка теней и четыре кисти. В принципе, можно обойтись и тремя кистями. Ну, если уж прям совсем удобно, чтобы было, то лучше, чтобы было три. Первый оттенок любой по вашему выбору, это какой-то светлый должен быть оттенок либо шампанского, либо светло-розовый, какой-нибудь очень такой светоотражающий оттенок. Его задача будет в том, чтобы сделать глаза более яркими, общий вид получается более отдохнувший, такой сияющий. Теперь на растушевочную кисть я нанесла светлый коричневый оттенок, такого теплого оттенка практически, который граничит с оранжевым. И наношу это в складку века, растушевываю с предыдущим оттенком. Как по мне, то этот оттенок очень такой тоже освежающий, очень весенний, приятный и красиво выглядит. Все, вот так вот в принципе бум-бум-бум, и можно переходить уже к следующему шагу. На более детальную растушевочную кисть я наношу более темный оттенок коричневого и прохожусь им буквально вот так вот в самой складке и на внешнем уголке глаза. Это делает наш макияж менее плоским и немножко более выразительным. Эта кисть просто идеальная для того, чтобы растушевывать вот так вот на подвижном веке два оттенка между собой. И в складке она в принципе тоже отлично добавляет оттенок и ей можно очень хорошо добавить глубину оттенка. На нижнем веке я дублирую тот же теплый оттенок коричневого, светлый, соединяю нижнее и верхнее века и прохожусь вплоть до внутреннего уголка, до того места, там где я наносила светлый оттенок шампанского. И растушевываю это все к низу. Теперь именно вот в эту точку, там где соединяется верхний и нижний века, нам нужно нанести более темный оттенок коричневого, который мы сюда в складку наносили и вот таким вот образом его положить. Для того, чтобы не видно было, где у нас соединяется собственно верхний и нижний века, это будет создавать целостность макияжа и совсем немножко можно завести этот оттенок тоже вот сюда, к внутреннему уголку ближе. Вернее, даже не к внутреннему уголку, а просто к центру нижнего века. И с тенями у нас в принципе все. Теперь буду переходить к карандашу. Для ежедневного макияжа я пристала рисовать стрелки, потому что мне кажется, это немножко сейчас перегружает, хочется чего-то более легкого на весну, поэтому я беру просто карандаш и подвожу слизистую верхнего века довольно обильно для того, чтобы визуально сделать ресницы густыми. И после этого берем нашу любимую тушь. Для меня это сейчас Too Faced Better Than Sex. Посмотрите, как выглядит сейчас мой глаз. И вот я начну сейчас прокрашивать ресницы, и вы увидите, насколько большую разницу делает эта тушь. Я ее в последнее время просто обожаю, она потрясающая. Добавляет объем, вот буквально за несколько взмахов уже такое впечатление, что у меня просто миллион ресниц. Причем она не склеивает их, а именно очень красиво вот так вот складывает как будто вместе, укладывает, добавляет объем, добавляет длину. В общем-то я просто в диком восторге от этой туши. Нет, ну по-моему до и после просто ни в какое сравнение не идет, потому что ресницы сейчас, конечно, выглядят совсем по-другому. На предыдущем кадре их как будто даже видно не было. На нижнее веко я буду наносить L'Oreal эффект бабочки. Ну вот и все, макияж глаз готов. Давайте теперь заканчивать лицо. Я предлагаю использовать бронзер, чтобы лицо не выглядело таким плоским. И нанесу его вот так вот буквально немножко на скулы, на виски тоже. Казалось бы, бронзер сильно большой разницы не делает, но все-таки лицо становится каким-то более живым что ли. И давайте закончим это все румяными. Румяна сегодня я буду использовать свой любимый от Sleek из палетки Face Form. Очень мне нравится, как они выглядят. Буквально совсем немножко вот так вот я их добавляю. И это создает какой-то такой вот немножко сияющий, здоровый эффект. Для ежедневного макияжа как будто даже хайлайтер не нужно использовать. Это такой продукт все в одном. И заканчиваю макияж я своей базовой помадой любимой. У меня это такой нежно-розовый оттенок. Помада от Фомберлик номер 4368. Очень я тоже люблю эту помаду. Она приятно лежит, хорошо увлажняет губы и делает их как будто даже немножко больше. Вот и все. Теперь осталось сделать прическу и я сразу же к вам вернусь. Ну вот и все. Я слегка уложила тоже волосы. Мне это заняло буквально может пару минут. И в принципе все. Больше как бы ничего не требуется. Мне кажется, что этот образ получился очень целостным, но в то же время абсолютно не перекруженным. Если и вам он понравился, то не забудьте поставить мне пальцы вверх. Подписывайтесь на канал, оставляйте комментарии. И до встречи в новых видео. Пока.